В летний период санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционным заболеваниям и пищевым токсикоинфекциям обычно обостряется. Однако в текущем году в районе Басрабяска ситуация в этом плане благоприятная. На данный момент было зарегистрировано пять острых кишечных заболеваний по сравнению с 27 случаями в прошлом году. Думаю, что люди стали более внимательными к своему здоровью и соблюдают правила гигиены. По словам Степана Сурду, особое внимание необходимо уделять молочным, мясным и рыбным продуктам питания, в которых быстрее всего развиваются болезнетворные микроорганизмы. Мы рекомендуем населению приобретать быстро портящиеся продукты только в отведенных для этого местах. Они должны храниться в холодильных камерах. Не разрешается их продавать на улице. Люди должны придерживаться этих рекомендаций и не покупать быстро портящиеся продукты в таких местах, даже если они по сниженным ценам, а дома хранить их только в холодильниках. Как говорят жители района Басрабяска, лучший способ защиты от токсикоинфекции – это использование качественных продуктов. В летное время я храняюсь мясо, храняюсь колбасы. Вот это вот я храняюсь. Это опасно. Вот так, чуть-чуть, если свежее. Если думаю, что оно не свежее, я его скипячу и тогда съем. Когда идем за покупками, нужно быть уверенным, что продукты с неистекшим сроком годности. Также необходимо внимательно читать то, что написано на упаковке, в том числе и состав. Стараюсь пить кипяченую воду, дезинфицирую посуду. Что касается овощей и фруктов, стараюсь употреблять их по сезону. В первую очередь соблюдаю личную гигиену. И большое значение имеют продукты, которые мы едим. Они должны быть свежими. Для того, чтобы снизить риск заражения инфекционными заболеваниями, необходимо придерживаться элементарных санитарных норм и прислушиваться к советам медиков. Даже банальное мытье рук спасает наш организм от попадания в него до 80% болезнетворных микробов. Субтитры создавал DimaTorzok